Дорогие братья и сестры, приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я вначале хотел бы прочитать одно место. Мы его как-то уже раз слышали. Это 14-й псовом, коротенький. Я не буду весь читать, просто напомню псовом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей?» И дальше он говорит о том, что тот, кто ходит непорочно, делает правду, говорит истину в сердце своем, не клевещет и так далее. И тот, который, значит, если считается что-то отверженное, это, иначе говоря, грешник, отверженный Богом, того он не принимает. А те, которые боятся Бога, то есть верующих, он их славит. То есть он говорит о них доброе, хорошее. И дальше написано, поступающий так не поколеблется вовек. На первый взгляд, это, может быть, относится, ну, можно принять, что это Ветхий Завет, это как человеку находиться в храме Божьем, тем более, что он находился на святой горе. И об этом, поэтому, пишет царь Давид. Ну, интересно, он здесь не говорит даже о том, ну, так скажем, прямо ни одна из десяти заповедей не упоминается, но можно сказать, что то, что он перечислил, это можно сказать, как Иисус Христос говорил. И не делай или не живай другому то, чтобы тебе сделали, или чтобы ты себе чего не живаешь. То есть это наше отношение или взаимоотношение к людям. Это одно из важнейших, скажем так, черт или характеристик человека, который может находиться в присутствии Божьем, то есть быть постоянно с ним. Без этого спасение или невозможно. Теперь давайте я прочитаю вопрос, то есть вот здесь вот вопрос был поставлен Давидом и сам же на него ответил. Кто может быть с Богом? В Евангелии от Матфея, в девятнадцатой главе, этот вопрос, только более конкретный, что ли, или более понятный к нашему времени, задал один человек. И вот некто, подойдя, сказал, учитель благой, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Вот в псалме Давида там написано, какие добрые дела. Здесь этот человек, он задает вопрос, а что мне еще сделать такого, ну, чтобы я получил и имел жизнь вечную? Что мне сделать? Иисус сказал, что ему сделать, что нужно заповеди соблюдать, сделать то, ну, какие заповеди, не убей, не при любодействии, не кради, не свидетельствуй, почитай отца и мать. И юноша говорит, это все у меня есть. Иисус ему сказал, хочешь быть совершенным? То есть, вот то, что ты исполняешь, это как бы первая ступень. А вот хочешь быть совершенным, то есть, тогда, когда ты действительно можешь наследовать Царствие Божие. Тогда он говорит ему, продай имение, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной. Иисус, 22 стих можно пропустить, но этот человек опечалился и ушел от него. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные ушки, нежели богатому войти в Царствие. Услышав это, ученики весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? У них было определенное представление о том, кто может спастись, кто может иметь жизнь вечную. Возможно, они, да невозможно, они слышали начало служения Иисуса, когда Он говорил свою, так называемую, Нагорную проповедь. И мы можем прочитать некоторые вещи, о которых Он говорил, просто я не буду на них останавливаться. Он говорил такие, «Важен не нищие духом, ибо есть в Царстве Небесное». То есть, раз у человека есть Царство Небесное, значит, если он нищий духом, значит, он уже как бы может претендовать, или уже даже имеет это Царство Небесное, то есть, имеет жизнь вечную. На небесах не будет смерти, не будет болезни, мы читаем, можем дальше прочитать уже в Откровении. Пишет такое, «Важены чистые сердца, ибо они Бога узрят». Не просто каким-то образом, а именно лицом к лицу, глазами к глазами. И вот, допустим, следующий можно еще прочитать, 10 стих. «Важены изгнанные за правду», то есть, те, которые живут правильно, не грешат, «Ибо их таких людей изгоняют». И здесь написано, Иисус Христос говорит, «Ибо их есть Царство Небесное». И 11 стих. «Бважены, вы когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно живословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали пророков, бывших прежде вас». Возможно, что это вот эти пункты, о которых я прочитал некоторые, они засели в сердце, в мыслях его учеников. У них, наверное, были такие, что это благочестивый человек, богатый. У него, ну, раз богатый, значит, он хороший, тем более он говорит, что он все эти заповеди выполнял. И вдруг Иисус Христос говорит, что такому человеку труднее войти в Царство Небесное, чем верблюду пройти через, как здесь написано, угольное. Это невозможно. И Иисус Христос говорит, «Да, то, что невозможно людям, возможно Богу». То есть, наше спасение, оно возможно только в Боге. Сами мы своими стараниями, действиями, мы не получим это или не заработаем это спасение. Это может сделать для нас только Бог. Но Он не насильно это делает, Он не насильно спасает нас, Он не насильно заставляет, чтобы мы делали. Но Он это делает с любовью и с тем, чтобы мы, как люди, как ответственные, как, скажем так, взрослые, принимали это решение. И тогда мы будем с Господом. Но достаточно ли вот этого, то, что Бог делает за нас, да? Мы можем прочитать такие слова, да? Когда апостол Павел пишет своему, как он его называет, духовному сыну Тимофею, в первом послании следующее вещь. «Верно и всякого приятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». То есть, это верно и всякого приятия. То есть, или еще можно сказать, беспрекословно. Только так может быть. Иисус пришел только с единой целью, с одной целью – спасти людей. Но вот это его спасение, оно как бы не единственное, что он делает. Да, он спас нас, очистил от грехов наших. Можно сказать, что да, кровью, как написано в Откровении, что те, которые там предстоят пред Богом, они свои одежды, как написано, омыли в крови Иисуса Христа, убили ли их кровью Иисуса Христа. Да, это делает Иисус Христос. Но вот эти люди, которые предстоят потом пред Богом, они сделали еще что-то, если мы прочитаем. До этого там есть еще что. Они потерпели, были убиты, обезглавлены некоторые из них, потерпели гонения. Они что-то сделали. Апостол Павел пишет, когда послание Гаватам, значит, о том, ну, он им напоминает, что вы же приняли спасение, вы приняли Духа Святого не по делам, а по вере, что ее напоминает им, что было, когда было обрезание, вернее, произошло, что Авраам сначала уверовал, и как вот эта вера, она была засвидетельствована, что ли, после этого его уверования, послушания Богу, произошло обрезание Авраама и его потомства, скажем, и всех его близких. То есть Иисус Христос, Павел ставит определенный порядок. Бог ставит определенный порядок, что Бог нас спасает не для того, чтобы мы потом сидели, ждали, ожидали чего-то, вернее, не чего-то, а когда Бог нас возьмет в Царствие Святой Небесном, мы будем вечно с Ним, будем иметь жизнь вечную, у нас не будет никаких проблем, не будет никаких конфликтов, может быть, с самим собой, с нашим окружением, с неверующими людьми. Но Бог говорит в Слове Своем, что вы созданы в Иисусе Христе для добрых дел, которые предназначил нам исполнять Господь. То есть не просто Он нас спасает, а мы что-то должны сделать, не что-то, а доброе дело, и те дела, которые предназначил Господь для нас. Иначе говоря, само присутствие Божие и Его спасение, оно не недостаточно, оно не закачивается на этом. Наши ответственные действия на это, они должны соответствовать воле Божией. И вот если мы, спасенные люди, этого не делаем, мы находимся в большой опасности. Апостол Павел в послании Галатам там пишет, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, сеющий в дух свой, от духа пожнет жизнь вечную. Мы можем обратиться к Библии и посмотреть, что происходит с людьми, когда они не исполняют волю Божью. Уже в прошедшее воскресенье брат Несельсян говорил и напоминал нам о том, что произошло в Эдемском саду. А я просто еще хочу немножко об этом сказать, вот в каком плане. Что, вот представляете, Ева и Адам были в присутствии Божьем. Там не написано каждый день, ну, по крайней мере, они его видели лицом к лицу, он с ними непосредственно разговаривал, он лично дал повеление или рассказал, что может делать Адам и Ева, что они могут пользоваться, они могут вводить всем, что есть на земле. он определил, какую пищу им есть, какую пищу будут употреблять животные. И он все сделал для них. Они были вместе с ним. И он только сказал, вот не ешьте от дерева плодов, от дерева познания добра и зла. Маленькое, да? Маленькое. А что происходит? Ну, Бог в это время отсутствовал. И вдруг Ева под воздействием сатаны, она посмотрела, и там написано, что, о, видит, этот плод хорош для пищи. Значит, вкусный, приятный, красив, замечательно, еще вожделен. А почему? Это самое последнее слово, вожделен, то есть, очень жевателен, очень хочется его иметь. Почему? Потому что дает знания. Дорогие братья и сестры, я думаю, в нашем мире, точнее, в наше время, вот это последнее, как бы сказать, вожделение, когда мы на что-то смотрим, видим красивое, красивое, и если нам говорят, что вот это ты, если узнаешь, ты попробуешь, ты это сделаешь, ты будешь больше знать. И человек это делает. Раз, другой, третий. Ева увидела, она сделала. Результат маленький, собственно говоря, ну, что там съесть, так если сказать, ну, немного съела. Вроде бы ничего страшного. Эффект какой? Значит, мало быть, часто встречаться с Богом, иметь личное общение с Ним. Нужно еще делать то, что говорит Бог. Если это ты не делаешь, ты, по сути дела, проявляешь непокорность, неуважение, непослушание. А, ты сказал, я лучше знаю, что мне в данный момент нужно. Но мне же сказали, вот эти люди, это прекрасно, это все хорошо, ничего страшного не будет. Ну, если что, я на всякий случай, она, может быть, тоже думала, ну, Бог же каждый день с нами общается. Если что, я пойду и спрошу у него. Ну, вот мы съели что-нибудь. Я от себя говорю, да, это в Библии нет. Но я просто размышляю. что ее подвинуло. Что подвинуло Адама взять этот плод, которым предложила Ева, и тоже съесть. Желание угодить жене или видеть то, что она съела, и ничего с ней не произошло. Ну, а почему-то тогда бы и мне это не сделать. Возможно, так и было. Может быть, это просто мои домыслы, размышления. Но он тоже сделал это. И, по сути дела, произошла катастрофа. И вот эта катастрофа привела к тому, что теперь человек не может сам прийти в общение с Богом. Бог его изгнал. И там написано, поставил хрой вима с обращающим огненным мечом. Все. Человек не в силах теперь преодолеть это препятствие, эту границу. Я это почему напоминаю? Это не единственный случай. Мы можем более, так сказать, уже ближе к нам. Не в наше время, а тоже это библейская история. Бог через пророка Самуила помазал на царство Саула. Саул все это знал, как это происходило. Он считал, что он себя негодным, что он даже прятался в обозе там. Проходит некоторое время, он видит, что Бог его благословляет, что Бог ему поручает, он ведет войну. И вот должно было быть сражение с филистимлянами в районе Мисмаха. Но было одно условие Самуилом поставленное, ну, Богом через Самуила, что Самуил должен прийти и принести жертву. И что происходит? А происходит то, что Саул решил, ждет, ждет, но время уже на исходе, когда должен прийти, враги уже собрались, готовы к сражению. Народ стал, видя вот эти все обстоятельства, что Самуила нет, а враги уже готовы к бою, народ стал разбегаться. Я думаю, что в нашей жизни бывают такие случаи, когда мы видим, что у нас что-то не получается, и нам кажется, нам что-то нужно срочно предпринять своими усилиями. Саул решается принести в жертву Самуил. И тут, ну, там, видимо, какое-то время потребовалось, и, скорее всего, это не так сильно запаздывал Самуил, как показалось Саулу, потому что только принесли жертву, и тут уже вот он, Самуил, пришел и говорит, что ты сделал? Ну, объясняет, да, вот я то, 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 потому что народ разбегается, враги здесь, тебя нету, ну, вот я сделал. Вроде бы правильно он так думал. А что ему ответил Самуил? Он говорит, неужели ты думаешь, что Богу приятнее более жертвы тулковных, чем послушание твое? И еще в другом случае, тоже проходит некоторое время, другая немножко ситуация, он не выполнил снова Слово Божье или Волю Божью, не уничтожил полностью Амалика, ну, в основном там скот сохранился самый лучший, и он тоже вроде бы по-человечески. Это я перехожу к тому, что вот мы прочитали, или, да, что апостол Павел говорил галатам, что сеющий в плоть от плоти пожнет тление, сеющий дух от духа пожнет жизнь вечную. Вот, и в первом случае, если взять Еву и Адама, они тоже, так если можно выразиться, посеяли в плоть. Ну, приятно, хорошо же, если как написано, да, похоть плоти, похоть яче и гордость житейская. Вот там то, что написано в случае про Еву, там написано хорош для еды, приятен на вид и вожделен для, потому что дает знания. Вот это гордость. То есть, я много знаю, я чего-то достиг, я всего, это сам, я сам, я сам. Так же и здесь, да, ну, там что-то происходит, ну, мы же правильно, все, ну, принесем Богу жертву. Уже второй раз, ладно, первый раз он не был предупрежден, что Бог тебя, ты отвергаешь Слово Божие, Бог тебя отвергает, чтобы ты не был царем. То есть, опять катастрофа, или, ну, можно сказать так, что пока это не катастрофа, это просто неприятность в жизни Саула. Это просто, ну, как скажем, ну, можно преодолеть, ему казалось. Но катастрофа наступила чуть позже, да, погиб не только Саул, а погибли его сыновья. А это уже катастрофа. Мало того, что он лишился царства, он лишился, ну, его, по сути дела, род был со временем вымер. Именно его фамилия, семья, потомки Саула. вот и здесь еще в то время вот это сбывалось. Если человек поступает по плоти, не по воле Божьей, как можно, что значит по плоти? Это то, что ты считаешь правильным, то, что ты нужным. Что такое поступать по духу, как мы прочитали, там написано, что посеять в дух. Ну, поступать по духу. Откуда человеческий дух может правильно принимать решение, братья? Ведь мы, когда читаем Евангелие, мы знаем, что там были нечистые духи, они людей там болели из-за этого, одержимые были, бросали в огонь, там цепь рвали. Здесь дух человека был в рабстве у нечистого духа. А вот Павел говорит о духе, который живет в человеке увербавшем. Он говорит «Разве вы не знаете, что вы храм Духа Святого и Дух Божий живет в вас? И если мы даем свою жизнь или даем Святому Духу руководить нами, действительно, живая, опознать волю Божью, не просто сидеть, а вот так или так, а искать, можно сказать, что если человек лет десять или пять даже верующий, и если он хотя бы раза на три прочитал за это время Библию внимательно, то ему, собственно говоря, не так много нужно времени, чтобы найти, как в этом случае поступать. Поступать, иначе говоря, как Бог говорит. Ведь много взаимоотношений в нашей жизни бывает так, что мы принимаем решения, мы исходим не из того, что Божье, а из того, что человеческое. Я не помню, мне кажется, я уже приводил этот пример, но когда я вот об этом размышлял, это мне снова пришло на ум, да, потому что мы даже размышляли, вот как нам с окружающими нас людьми, как место предоставлять удобно, неудобно, хорошо нам будет или нехорошо, и как бы на последнем месте у нас стояло, что-то в принципе делается не для нас, это делается для спасения человека, и мне пришел такой на память случай, когда я еще в Киргизии жил, и мне один брат рассказывал, он был свидетелем, как немец один, ну, он проповедник, проводил организационное служение, и у него такой был порядок, что ли, или он так, ну, немцы у них определенные молодцы в этом отношении, они мало как бы экспромтом действуют, но тем не менее, у него был такой порядок, в конце он делал проповеди призыв, и те, которые покаялись, или он объявлял, или кто покаялся, или кто думает, покаяться, размышляет, то после окончания служения, там ему выделялось специальное помещение, и он с ними беседовал, сначала с теми, кто покаялся, потом с теми, кто думал, покаяться или нет, и вот при одном служении, этот брат сам рассказывал, он там присутствовал, и вдруг эта машина этого человека, она загорелась, вы представляете, прошло собрание, там два часа, он беседует еще какое-то время, и вдруг самопроизвольно загорелась машина, задымилась, из-под капота дым пошел, ну эти открыть не могли, они, значит, туда, в это помещение, где он беседует, я забыл, сейчас, в общем, называют его брат и говорят, твоя машина говорит, надо срочно туда идти, ну открыть, потушить, а то она совсем придет негодность, он к брату говорит, подождите, тут душа должна покаяться, вы меня, это самое, отвлекаете, и его отвлекаете, то есть, и вот когда этот брат, который рассказывал мне, он говорит, мы с братьями были в изумлении, они изумились, насколько этот человек действительно поступает под духу, что он очень хорошо понимает, что спасение одного грешника в глазах Бога очень ценно, машина этого не стоит, хотя этот не был человек богатым, чтобы там, машина сгорела, завтра новую куплю, как некоторые делают, жалко, конечно, нет, это, он был скромный человек, я так тоже, когда мне рассказали, я думаю, да, вот этот проповедник, он действительно всем сердцем осознал, что, говорит, Писание, что ангелы на небе радуются одному кающемуся грешнику, то есть, насколько ценно в этом человеке, или насколько он глубоко вник, что хочет действительно Бог от нас, от верующих, здесь вот то, что мы о чем говорили, это все, в принципе, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, это все написано для верующих, для того, что те, которые уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, тот, что Он пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, что только в Нем есть спасение, ну, иногда, наверное, и тогда, и сейчас люди забывают вот эти слова, разве вы не знаете, что вы храм Духа Святой, храм Божий, Дух Святой живет в вас, разве вы не знаете, что вы куплены дорогой ценой, и вы теперь не свои, вы Бога. Михаил Яковлевич, можно сказать сегодня, про Михаил Яковлевич, они мы сидели так, ну, шутку назвал, как ваше по отношению меня назвали, ну, в общем, как высоким титулом, я говорю, я не великий, для меня было бы самым великим, если бы я сам себя мог назвать искренне, что я раб Бога нашего, потому что можно достичь чего-то в этом мире действительно своими усилиями, но достичь вот этого высокого положения, быть рабом Иисуса Христа, быть рабом Бога, без Божьей помощи, без нашего желания, просто как, даже не желания, а усилия, стремления к этому, этого не достичь, потому что это значит даже в мелочах во всем поступать по Слову Божию, и чаще всего на мелочах, ну, я имею в виду, которую я и про себя могу сказать, что бывает, что больше всего огорчений потом в своей жизни ты терпишь на мелочах, ты поступил в самом мелком случае, который ничего для тебя не значит в принципе, и вдруг ты сделал не так, как это хотел, не то сказал, не так сделал, не сказал, что не так сделал на работе, потом думаешь, ну, я же мог прямо сейчас сказать, ладно, я позвоню тогда завтра, осознаешь, что неправильно, мелоч вроде бы, а написано что-то, если человек находится в грехе, он ожесточается, собознившись грехом, и тогда уже ему говорить или обличать его трудно становится. Поступаем под дух, это значит, если нам говорят на наши недостатки, на наши ошибки, мы не должны этого человека считать врагом, а наоборот, можно сказать, что ты на самом деле друг. Конечно, если человек злословит тебя, неправильно говорит, что такое, ну, это я не об этом говорю, но чаще всего то, что говорят тебе, насмеливаются сказать, это соответствует тому, что в тебе происходит. Мы не можем жить так, как будто ничего не происходит. Мы, жизнь по духу, она не значит, что мы чем-то можем свой проступок перекрыть жертвой, каким-то служением, еще чем-то. В той же пятой главе Евангелия от Матфея Иисус Христос, обращаясь к слушателям, говорит, если ты несешь дар к жертвеннику и вдруг там вспомнишь о том, что брат твой имеет что-то на тебя, оставь дар свой, пойди примирись, потом приходи и этот дар принеси. То есть, здесь Иисус тоже показывает, что для Бога ценно в твоем поведении, что ты принес или ты действительно поступил духовно, ты примирился. Для Бога важно, чтобы не только мы просили прощения у Бога, и может быть, даже не столько, если мы согрешили против человека, а важнее, чтобы мы попросили прощения у этого человека. даже, если мы, может быть, его напрямик не, ну, скажем так, не оскорбили или там еще что-то не сделали. Вот три послания, послания римлянам и коринфянам, они очень много говорят, так же, как Иисус Христос говорил о соблазнах. Что для человека значит, если он соблазнил кого-то? И он говорит, лучше бы, Иисус Христос говорил, лучше бы такому человеку повесить жернов на шее и утопить его в море за то, соблазнил он этого человека, ему как бы больше пользы. Лучше умереть, чем соблазнить человека. Апостол Павел когда говорил о жертвенных яствах, о нахождении или в общении с неверующим, он даже о пище говорит, если пища или питье соблазняет твоего брата, я уж не говорю о другом, даже о таком, кажется, главном жизни человеку, можно обойтись без какой-то одежды, без ничего-то, но без еды и воды человек долго не протянет. Он говорит, ну, если ты вот это делаешь и соблазняешь, то тебе горы. Ты вводишь в грех человека и тем самым губишь Сына Божьего, по сути дела, так, если своими словами сказать. То есть, губишь того, за кого умер Христос. А это, по сути дела, грех. Итак, друзья, братья и сестры, я хочу на этом закончить свои размышления или слова, которые для меня тоже важны, потому что иногда, кажется, и я поступаю тоже, мне кажется, что вот так, если я сделаю, вот это будет правильно, это будет лучше. Ведь я же не лично для себя, я хочу, чтобы было все правильно, все хорошо в церкви. А потом проходит время и думаешь, ну, ведь я на самом деле вот с этими своими поступками, речами не даю Духу Божьему действовать в сердцах окружающих меня людей. Я могу тоже, почему я об этом забыл, вообще-то, вот только сейчас, в последнее время стал снова вспоминать или понимать вот это. У меня уже было такое в моей жизни, когда я там жил в Киргизии. Ну, я пока я уже говорю, в 90-м году и через некоторое время меня пригласили помочь в миссии, там, там, организационные вопросы были, надо было кавыч строить, приобретать здания, в общем, ну, все такие, с правительственными органами как-то взаимодействовать, ну, и меня попросили помочь. Ну, кроме того, я, поскольку этим занимался, я еще, как бы, внутреннюю сторону сотрудников, то есть, ну, как они общаются, все, и мне показалось, что некоторые вещи они делают неправильно. Ну, я-то по горячности тоже, что надо вот так, вот так, вот так делать, ну, вы неправильно делаете, надо сделать правильно, вроде бы все правильно, но делов не шло. И потом я понял, что тоже, ну, у них какие-то свои представления, они же должны помыслить, они должны действительно, ну, подумать, помолиться и принять решение. Да, потом со временем это все. Тогда для меня это стало уроком, почему вроде бы я говорю правильно, а это не делается, потому что я хотел, чтобы было, как я сказал, хоть и правильно. И апостол Павел как раз об этом и говорит. «Заботьтесь не о себе только, а о других, не будьте соблазном, не будьте камнем преткновения для них». Так говорит Слово Божие. Тогда вы будете действительно сынами Божьими, тогда вы будете действительно теми, которые наследуют жизнь вечную, которые будут со Христом там, на небесах. Мы часто в своей жизни проявляем недовольство чем-нибудь или кем-нибудь. Нам кажется, что Бог нас где-то не то, что оставил, но Он не хочет сделать нам, чтобы нам было хорошо. Вы знаете, вот читаешь Библию, да, тот же апостол Павел, да, побили камнями, били палками, тонул, что только с ним не приключалось. Болел. Он пишет, что я трижды молил Господа, чтобы Он меня избавил от жала в плоти, да, и вдруг ответ довольно с Тебя моей благодати. Моя сила в Тебе проявляется тогда, когда Ты немощен. Вы представляете, вот, если бы нам так сказали, ну, ты заболел, ну, ладно, вот, все равно достаточно благодати через тебя будет, тебе же будет хорошо. Я думаю, мы, ну, наверное, если не 100%, но 99% сказали бы, не, мы их не согласны с этим. Мы будем тогда хорошо себя вести и делать много дел, если мы будем сильны, здоровы, молодыми. Да, это правильно, но мы все-таки должны понимать о том, что если Бог говорит, то Он говорит и делает это для нашего блага. Не по своей прихоти, не по тому, Бог, у Него нет капризов. Он, в принципе, может обойтись без каждого из нас. И Он пришел, Иисус Христос, спасти грешников не потому, что Он без них не мог что-то там на небесах сделать или еще чего-то, потому что написано, что все было сотворено через Него и для Него. Все. Он Сам является Творцом всего. Но Он любит людей, Он любит и понимает, что они без Него, мы без Него не сможем спастись. И мало того, что Он пришел, очистил нас от грехов, Он же ведь нас сопровождает Духом Своим Святым и дальше. Должны, мы очень должны ценить, чтобы Дух Святой пребывал в нас. Почему? Потому что Слово Божие говорит, а кто Духа Святого не имеет, тот и не Его. Иначе говоря, если я живу по плоти, не живу по Духу, я тем самым угощаю Духа Святого, оскорбляя Его и говорю, как бы, ты мне не нужен, я тут сам буду делать. Что? Дух Святой уходит, я без Духа Святого, все, я уже не Дитя Божие, я отказался им быть. Слово Божие говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Но это мы чаще слышим, да? А вот такое Слово Божие или выражение записано, живущий по плоти угодить Богу не может. То есть, жизнь по плоти означает безверие. Если мы живем по плоти, мы Богу не угождаем, мы не Его дети уже становимся, мы отказываемся от того, от Духа Святого, от Божьего Духа, от Его водительства. Мы сами по себе. Можем ли в таком случае мы сохранить тот дар бесценный, дар вечной жизни, дар прощения грехов? Нет? Потому что это может сделать только Бог, только Дух Святой, живущий у нас. Наше дело быть послушным Ему, Его воле. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok